Всем привет! Я Гузель Галимова. Я Эвелина Степанова. Мы не футбольные эксперты, но мы из числа тех девушек, которые всегда находятся рядом с футболом. Привет! Салям! 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 Мы правильно же поздоровались, да? Да, конечно. А по-башкирски, кстати, мы все-таки находимся в Башкире, будет хаумагат. Ты сможешь повторить? Хаумагат. Хаумагат. А ты сможешь повторить? Хаумагат. Ну, у тебя чуть получше. Скажи, пожалуйста, Эрки Булан, за тебя очень много болеет в Казахстане, мы это знаем. Кто твой самый главный болельщик? Самая красивая женщина в мире – это моя мама, конечно. Ой, как мило! Кто-то поаплодирует. А что она тебе пишет после матча? Ну, мы разбираем игру, она не хвалит вообще, она ругает. Всегда ругает? Да, что даже когда, если и гол забиваю, она все понимает. Футболь, она уже 5 лет и до 6 лет смотрит. То есть она могла бы, в принципе, выйти вместо тебя, да? Наверняка. Думаю, да. Как тебя называют в команде? В команде меня называют Лео все. Тебе не надоело еще это сравнение? Ты объяснила, почему его называют Лео? Я так понимаю, что Леонель Месси, да? Потому что все говорят, что ты казахстанский Лео. Ну, я на это внимания не обращаю, но я привык, что уже меня называют Лео. Это уже… Ну, это приятно, скажи. Ну… Тебе приятно будет, если тебе скажут, что ты похожа на Анджелена Джали? Она похожа на Анджелена Джали? Нет, она не похожа на Анджелена Джали? Да, да. Это приятно. А я на кого похожа? Скажи, я на кого похожа? Ты похожа на Ангазель Калинин. Отлично, спасибо. Очень приятно. Срил и Брайди, Снолгорн, look at this camera, to brilliant run for Messi. Here we go all the way! Ну, это сравнение с Месси, это уже, если честно, надоело. Да. Я был Ирки Буланом и остаюсь с Ирки Буланом. А какая-то надпись на форме, почему не Ирки Булан, не Сейд Ахмед, а Яркош? Ну, чтобы у нас в России Сейд Ахмед, вот фамилия моя, сложная, да? Как тебя зовут? Лилубина, лек, талибина, ламай, шаг, как бит до сэбэта. Вот, хорошо. Сложно, да. Немножко, да. Да, поэтому, чтобы болельщикам удобно было всем. И по брендам Яркош. Мы хотели Яркош. Яркош, это что это значит? Это имя мое второе. Хорошо. Тебе всего 18 лет. Ты еще молод, прекрасен, у тебя много всего впереди. Чем-то ты занимался до футбола? До футбола, ну, я с футболом уже где-то 10 лет. Ну, занимаюсь уже 7 лет, где-то 8. Помимо футбола я еще работал авторынке, продавал ценники с друзьями. Вот так зарабатывали и домой приносил деньги. Большая выручка была? Первая зарплата, да. Да, так, в рублях 200 рублей, где-то. 200 рублей? Да, 300. Не, я все маме отдавал. Какой лошадь ты, сыночек прям. А болельщик у тебя много, кроме мам? Да, конечно, много. Посмотри на него, что я знаю, даже. Не знаю. Тебе часто, наверняка, я просто следила за твоим профилем в инстаграме, что у тебя очень резко поднялось количество подписчиков. После чего? Как? Ну, после... Ты какую-то фотографию такую выложил, откровенно. Как набрать подписчиков в инстаграме? Да, вот Евелина очень хочет. Ну, у меня где-то до Уфы было 7 тысяч где-то подписчиков. А потом, когда я контракт подписал с Уфой, и у меня где-то, может, доросло где-то 14 тысяч. Ну, еще 7 тысяч уфемских девушек добавилось. Да, да. А потом, когда я гол забил за сборную, дебют на игре, да, ну, я спал ночью. И когда я проснулся, у меня просто 20 тысяч подписчиков. Проснулся знаменитым. Ты просто решила их. Скажи, что основная часть – это, конечно же, девушки. Да? В основном. Думаю. Ну, мы знаем, мы с тобой за камером обсуждали, что тебе писали о девушке. Не знаю, ну, есть, которые пишут там. Может, покажешь, что пишут? Давай еще покажу. Интересно, да, в чужом инстаграме положить? А ты потом покажешь, что тебе пишут? Посмотрим. На что я обмениваю свой инстаграм. Вы, девушки, представляете, вы пишете Ярке Буланова, показывают это все нам. Мы сейчас заценим, какая бы симпатичнее. Это вот у тебя запросы на переписку. Это просто год нужно отвечать на эти вопросы. Ну, запросы, да, есть. Ну, я иногда отвечаю болельщикам. На что пишешь? Какие-то приятные слова, да? Ну, да. И болеет за меня, переживает. Пишет Ярке Буланова, женись на мне. А заберем? Нет, нет, нет. Мы напишем сегодня с Эвелиной вдвоем. А у тебя есть девушка? Нет. А какая она должна быть? Как она должна выглядеть? Вот даже визуально, да, попробуй. Давай порассуждать. Хорошо, я поняла этот умысел. Эвелина просто хочет понять, подходит она под эти параметры? Она должна быть готовить. Блондинка, брюнетка. Брюнетка. Я перекрашу с него, но чуть-чуть потемнее в следующий раз. Подготовься, пожалуйста. Глаза какого цвета? Ну, без разницы. Главное, чтобы они были добрыми. Главное, чтобы девушка была... Это добрый год. Очень. Да. Главное, чтобы девушка была добрая. И чтобы... Понимал футболе? Да, о футболе понимал, что в казашках. А то есть я еще... Ты думаешь, подошла? Я не знаю, спроси. Нет, я могу немножко это. Я похожа, немножко нет. Мы, кстати, решили спросить у твоих коллег, у футболистов, партнера по партнеру. Тойная казашка. Похоже лицо на коротенькое, и только длинные волосы. Высокая, плотненькая, афроамериканечка. Без бороды. А с черными волосами, черная, то черная как... Глаза... Глаза можно чуть-чуть побольше, чем у Лео. Или чуть-чуть поменьше? Или чуть меньше, чем у Лео. Они все в Казахстане такие милые. Чтобы дома у них все было хорошо, и чтобы он ей опирался в груди ростом и наслаждался жизнью. Лео нужна девушка под именем. Ворота. Чтобы он туда как больше чаще попадал. Ярко, сзади тебя два бывших игрока Уфы. Чей переход бы тебе хотелось повторить? Ты посмотри, пожалуйста, на них. На эти лица. Знаешь, эти лица. Знаешь? Конечно, Зинченко и Обликов. Я знаю, что Уфе играл с Зинченко. И с Уфы он перешел в Манчестер-Сити. Но мы же тебя так не молим. А вот с Обликовым я уже играл вместе. Он очень талантный парень. Я желаю ему удачи. Я не знаю, что сказать. И хочется в топ-клуб России и даже в Англию. Давай ты лучше у нас подольше задержишься. И мы обещаем, что в следующей программе мы повесим твое лицо туда. Давай? Я согласен. Тем более мы решаем, что мы заберем домой. Да, мы просто забираем каждую программу. Будем забирать одного из них домой. Сегодня с Эвелиной будем бороться за твою фотографию. Нам больше ничего не остается. У меня все мысли сейчас с Уфой. У нас другие задачи. А потом уже посмотрим. А ты ездишь за рулем? Нет. Нет? Нет. На чем доехал сюда? Я на такси. Ой, есть такие деньги на такси. У него суверия тоже. С-класса или обычное такси? Обычное. Ты с ней не делаешь? Я вообще в Казахстане, если знаю, в Таразе на автобусах лучше. Серьезно? А тебя там узнают, наверное? Бегут за твой. Ну, да. Было, когда фотались в автобусе именно. Вот недавно был в Таразе. Узнали. Это приятно, да? Да. А ты давно был в Казахстане? Казахский язык еще не забыл? Нет, конечно. Это родной язык. Как можно его забыть, да? Я недавно был в сборной, а там у нас все на казахском. И я тоже. Давай проверим твои знания казахского на футбольные термины. Ну, а ты на башкирском поговоришь. А я на башкирском. Все-таки находимся в Башкирии, и тем более, насколько мне известно, наши языки немножко схожи, да? Да. Да. Я, правда, не знаю все футбольные термины настолько хорошо, как ты, но постараемся. Посмотрим. Давай. Попробуем. Попробуем. Первый вселенский баттл по башкирско-казахскому языку объявляется открытым. МС справа, представьтесь. Ерке Булан, Сейдахмет. МС слева, представьтесь. Типа башкирка, типа разбираюсь в футболе. Первый вопрос. Одиннадцатиметровый. Ну, кто знает? Типа башкирка, типа разбираюсь в футболе. Капка, хаклаусы, тишик. Ну, мы-то знаем, что в Уфе таких нет. Капка, тишик. Я говорю по-казахски. Я все поняла, я говорю по-казахски. Пробросить в очко. Ну, кто из вас будет первым? Очко, да, нет, кызу. Очко, да, пробросить, бэрэргэ и не стой. Мне кажется, вы импомизируете. Меня просто смотрят сейчас башкиры и смеются надо мной, и говорят, что я позор на отце. Закинуть за шиворот. Я не знаю. Может, не знаете? Я не знаю. Ну, кто из вас будет первым закинуть? Допта лахтру. Вот примерно так же по маршкирским случаям. Сыграет стеночку. Стенка меной ног. Можно тоже так довести бы. Стенка, стенка, стенка. Стенка в нэн уйнарга. Мне кажется, вы оба нас обманываете. Не стоит, что это не существующий язык. Оторви ногу. А я вангдэ алп. А я вангдэ кутэр. Алп. Нет. Наверное. А я вангдэ сандэр. А я вангдэ сандэр, это у нас, типа, сломай ногу. Ну, так кричит. Ну, это сандэр. Это почти какой-то татаро-башкирский получился. Но не страшно. Приснеть на банку. Заминала отру. Ваш ответ. Не знаю. Я проиграла. Как так? Я проиграла. И последний вопрос. Кто же будет прав? Навес на голову? Ну? Навес на голову. Баска по шару. Баска? Будет голова, да? Башка по... Как ты сказал? Навес. Шару. Что значит, как ты сказал? А то я пытаюсь подобрать похожее слово. Вашкирский. Короче. Яркош победил. Так нечестно. Ну, а кто на самом деле победил, можете решить вы. Для этого достаточно оставить комментарий. И за самый оригинальный комментарий будет подарок. Яркош. Я. Пишите мне. Яркош, ты приготовил для нас подарок? Подарок будет автограф с моей фамилией. Футболка Уфы. Класс. Я хочу с тобой. Футболка. Победителя выбираем мы сами. Я не уверена, что эта девушка будет голосовать за Яркоша. Но все же у вас есть шанс. Яркош, спасибо большое, что ты там пришел. Спасибо огромное, что к нам пришел. Ты наш дебютный гость. У нас для тебя есть подарок. И сейчас приз в студию. Яркош, 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 яркош. Яркош, 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 яркош. Ирки Булан, как тебе наше исполнение песни? Это просто ужасно. Телый пацан. Телый пацан. Ну что, какого домой потащишь? Какой из них больше зарабатывает? Зинченька, но он мой. Это не потому, что он мог зарабатывать, просто мне нравится. Да, конечно, конечно, ну ладно, пойдем, дорогой. Пойдем ко мне. Я не буду.